Меня зовут Владимир Курило, я директор компании Cloverstaff, это софт-дирекутинг, который мы разработали. И тема его доклада, как улучшить результаты использования софт-дирекутинга. Немножко обо мне. Я в прошлом начинал свою карьеру как Java-девелопер. За 4 года я становился сеньором, тимлидом, и закончил карьеру как начальник департамента IT. А потом собрал команду и мы выпустили и разработали софт-дирекутинга непосредственно. Поэтому я и могу вам об этой теме рассказать. Хорошо в этом разбираюсь. Почему я могу говорить о ней, не будучи рекруйтером? Потому что я живу этой темой последние 1,5 года. Это постоянная разработка, улучшение софта-дирекутинга. Это общение с клиентами, изучение конкурентов, придумывание разнообразных решений. Много общения, много учета многих интересов. В том плане, чтобы и для тех, и для тех, и для тех, чтобы всем было хорошо. И так уж в силу этого занятия мне приходится быть в пульсе тенденций, что придумают конкуренты, что прогнозируют эксперты и так далее. Поэтому я с вами могу кое-чем поделиться. Перед тем, как рассказать, как я считаю, можно улучшить эффективность в рекрутинге, я хотел бы услышать от вас вообще, что беспокоит, скажем так, какую часть вашей работы хотелось бы улучшить, улучшить эффективность, или вообще автоматизировать ее, чтобы ее просто не было. То есть есть уже у вас какие-то пожелания, соображения на этот счет? Да. Какие у вас прогнозировали так, что все наши системы, которые развиваются в рекрутинге, искусственные системы, осколены в java-профильме, а не в рекрутинге? Интересный вопрос. У меня такой статистики нет. Насколько я знаю, например, версия на pkp разработанная. Там не java. А вообще java — это хороший язык проформирования. Поэтому на нем можно писать высоконагруженные и высокоэффективные системы. Наверное, поэтому. Да? Но про Ира, наверное, чуть не той милос. Хорошо, это был вопрос немножко не ответ на мой вопрос. А в чем ваш запрос? Есть что-то, что хочется? Да. Да. Хочется, как в Трелло, короче, да? Хорошо. Еще? Да. Здравствуйте всем. Я Настя. Я создатель школы ITFOX. Я считаю, что школы еще нужны по рекрутингу. Но это так. Маленькая деталь от меня. Это мое мнение. И я также рекрутинг-консультант. И у меня сейчас действительно стоит проблема — это выбрать систему, которая будет удовлетворять потребности рекрутинга. Чего бы мне хотелось? Мне бы хотелось, чтобы это был продукт, который был заточен по рекрутингу, с одной стороны. Но с другой стороны он был очень гибкий. То есть мне бы хотелось, чтобы это были какие-то модули, которые я могу менять, которые я могу как-то, не знаю, что-то с ними делать. То есть так, как я считаю нужно, как удобно мне. Есть ли такое? Может ли это быть? Окей. Хорошо, запомнил это. Я буду ждать. Еще. Хочется, например, мне, чтобы под запрос автоматически подбирались все кандидаты. И вообще работать тогда не нужно. И общались сами. Есть такая технология. Хорошо, давайте я задам другой вопрос. Кто пользуется специальным софтом для рекрутина? Все в одной системе. Есть такое? Поднимите руку, пожалуйста. Есть такие? Есть такие? А какой, какой? А, ну все, это есть ответ на вопрос. Еста, понятно. Я понял. А вообще, ладно. Вообще, я хотел спросить, что именно, если вообще-то, значит, многое. Хорошо, а у вас? Все в трейла. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я просто где-то с полгода не возвращалась к клеверставу, а возможно, в принципе, это работает. Если помнишь, ну, вряд ли ты помнишь, но тем не менее. Значит, я когда-то говорила о такой фишке, как код вакансии, чтобы отклики с джопсайтов автоматически, они же все появляются в почте, да, и с почтой подтягиваются в клеверстав. А вы уже реализовали эту штуку? Нет, ты же не пользуешься, поэтому и не стали реализовывать. А, ну да, действительно. Окей. Ну, должен быть заказчик, который это все лоббирует, как бы. То есть у нас тут появились другие заказы. Ну, то есть эта штука еще не сделала. Окей, хорошо. Да, интеракция с LinkedIn. Прикольно, когда, ну, как бы LinkedIn, там же нет резюме, их нельзя там туда скачать и сохранить себе, и приходится эти ссылки пересылать, вот. И прикольно, когда в LinkedIn есть кнопочки «Сохранить себе». То есть потом, опять-таки, там есть вся ключевая информация по контактам, и походке, и по опыту работы. То есть можно внедрить кнопочку рядом с профилем, и вся информация со странички перетаскивается в систему. То есть, на самом деле, мы эту штуку, когда-то вообще первые разработали, а потом начали наблюдать, как это появляется то там, то там, то там в других системах. Вот. Ну, это крутая технология тоже, просто маст в системе для рекрутинга. И, ну, там, когда, что еще вне хорошего, то, что с помощью нее можно ставить контакты внутри компании. Ну, это, наверное, больше интересно как раз для, когда команда рекрутеров работает. Например, если вы видите, что у вас там какой-то кандидат, ну, какой-то профиль в LinkedIn не в первом кругу, то есть контактов нету, но если в нем есть ссылочка, что, ну, типа, на свою систему, вот, то, значит, контакты там, скорее всего, есть, можно посмотреть. Соответственно, может, кто-то другой сохранил, и можно, ну, типа, они... Это, как бы, заменяет эту процедуру захода по чужим профилям, чтобы посмотреть контакты или, там, спрашивать у него. Соответственно, если у вас есть общее место, куда вы слили всю базу, ну, там, всех друзей из LinkedIn, соответственно, они, вы их найдете, и прямо в LinkedIn будете видеть у вас, как бы, есть он в ВАЗе или нет. То есть это тоже очень прикольно. И, соответственно, это, конечно, тоже помогает очень быстро базу наполнять. То есть у нас иногда, когда подключаются пользователи, прямо у них, там, в первый же день, там, плюс 400 кандидатов, потому что они поклассали быстро сохранительные кандиды. Вот, и, там, понравилось все, но так быстренько добавляется. Так, идем дальше. Интерация с сайтами поиска работы. Ну, и аналогично. То есть, там, в принципе, там, и украинские, и некоторые даже российские системы уже неплохо это поделали. Там есть с Work.ua, с работой, с Headhunter. Там, то есть, вот эти штуки тоже, там, сохранить одной кнопочкой и все сразу у вас. Это тоже крайне желательно. И, например, когда у нас просто, например, спрашивают иногда, чем вы лучше, там, какой-то, там, зарубежные системы, там, Recruiter Box, Job Science, там, Greenhouse и так далее. Ну, собственно, вот этим. Потому что отечественный софт, он все-таки для, как бы, на своей территории освоился в том плане, что у нас есть, как бы, и поддержка русского языка, и, там, техподдержка на понятном языке, и интеракция со своими сайтами. Соответственно, если вы выбираете какую-то американскую систему, там, конечно, этого не будет. То есть, вот такие вещи, которые, как бы, для нашего рынка хорошо, там, интегрированные с теми же сайтами поиска работы. Это может быть только от тех, кто, по происхождению, как бы, из Украины, ну, максимум, России. Идем дальше. Ну, тут, кстати, это CVLV показан, это вот вийский общий сайт. О, импорт резюме из почты. Ну, это тоже прикольная штука. Это, типа, когда все входящие резюме, которые, ну, приходят в папку входящие, их система подбирает и заносит в ваш аккаунт. То есть, ну, это тоже, скажем так, все, все вот эти фишки, это, как бы, собрано из многочисленных пожеланий рекрультера. То есть, потому что, там, получили, там, пачку резюме на почту, собственно, им надоедает перетаскивать. Даже если, там, есть возможность быстро загрузить один файлик, но когда их пришло, это надо сохранить письма и, как бы, заносить обратно в систему. То есть, это тоже, как бы, занимает время и обломно делать. Поэтому, говорят, там, можете с почты доставать? Может, это возможно? Вот. Ну, и, собственно, возможно. Вот я, в принципе, тут показано, как добавляю институтацию с почтой. И мы смотрим, что вот уже, там, получили, приходит уведомление о том, что, там, получили плюс, там, новых кандидатов. Вот. Соответственно, если, отклики, например, ну, если, не знаю, там, откуда там приходят отклики, или просто кандидат скинул вам на почту, или это отклик на какую-то вакансию. Соответственно, если там есть прикрепленный файл, то он должен затаскиваться. Вот. Ну, насколько это вам актуально? Ну, у нас еще многие компании, у них есть, там, какая-то папочка, какой-то имейл, типа, там, HR, собачка, dataart.com, например. Вот. И, соответственно, все, что приходит на этот имейл единый, это, может быть, не ваш личный имейл, а имейл, на который, там, от которого постятся эти вакансии. Соответственно, можно только его подключить, а лично не подключать. То есть, некоторые говорят, ну, думаю, от личного там надо пароль все-таки дать. Ну, короче, это тоже помогает быстро на панель базы. Еще классный кейс, это когда, там, на каком-то имейле, там, рекрутер работал на нем, там, много лет, вот. И, соответственно, там есть какие-то резюме, которые, которых больше нигде нет, кроме почты. Которые, там, забылись, зависли. Например, там, вакансия уже закрылась, или, там, офферу прислали, а пришло еще, там, следом еще десяток резюме. Но, конечно, на них даже ничего не заглядывать не будет. Как бы все, работа сделана. Вот. И, да, конечно. Раз в час. Подождать. Ну, есть такая идея, типа, сделать, вот, прямо сейчас забрать, ну, пока это не реализовано. Да. И, что я говорил? А, я говорил о том, что, если... Если на почтовом, на имейле много работали, и много переписок с кандидатом, и там есть зависее резюме, то, там, по-хорошему, система должна вытаскивать не только то, что пришло с тех пор, как подключили пришел в ящик. Вот, мы сегодня подключили, и все следующие, она затягивает ваш аккаунт. Она должна затянуть вообще все от самого начала. То есть, и, там, после подключения ящика, может быть, там, опа, и у вас там плюс 600 резюме, потому что много писем получали, много отриков приходили, и у вас сразу есть чем работать. То есть, вы не с пустой базой начинаете. Это прикольно. Ну, у нас, скажу сразу, у нас много вопросов. Мы, со своей стороны, обезопасились максимально. Во-первых, вот этот, там, если, например, речь идет о подключении, например, гугла почты, то, там же вы же пароль не даете, а просто, там, дать доступ, как, 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 ко всем гугл-сервисам, как к календарю, там, какому-то файлу, или табличке. Вы даете доступ, а, собственно, там, пароль остается ли системой неизвестен. Если это любая другая почта, то там, конечно, надо дать пароль, но мы, по-хорошему, нужно шифроваться. То есть, мы его шифруем. То есть, и если вы у него посмотреть, посмотреть на него в базе, то, собственно, его нельзя использовать. Там какой-то, какой-то, как бы, зашифрованные, да, зашифрованные, там, символы, и их нельзя, ну, как бы, их нельзя применить нигде. То есть, ну, просто, если бы, есть сервисы, которые хранят пароли вот в этом виде, ну, например, еще в Work.ua недавно, если вы сбрасываете пароль, то вам говорят, присылает, приходит письмо, ваш пароль такой. То есть, вот у нас такое невозможно, потому что, как бы, он, как бы, не расшифровывается для того, чтобы быть пользователь. Вот. И, соответственно, если система говорит, ваш пароль такой, значит, она его хранит в открытом виде. Значит, есть какая-то табличка, там, где есть все, при все пароли. Вот. Ну, и это, конечно, для системы, это большая, ну, скажем так, большой риск, потому что ее кто-то может просто свистнуть. Вот. И, ну, и потом, что с этим делать? Ну, там, был недавно прецедент, по-моему, около года назад, когда часть паролей от Яндекс.Почт просто выложены в интернете оказались. Потому что тоже Яндекс хранит их в открытом виде. То есть, у нас такая проблема невозможна. У него никогда не будет такого, что вот те имейлы или, там, те пароли, которые Flavestap, там, вот они, типа, это невозможно. Никто, как бы, никто даже, кто имеет доступ в базе, не получит. И так и должно быть. Это, на самом деле, как бы, в профессиональных системах именно так и должно быть. Соответственно, ну, там, ни у техподдержки, ни у админов не должно быть возможности, там, посмотреть и заглянуть. Вот. Просто, если бы они были в открытом виде, то пришлось бы как-то административно, там, специальным людям только давать доступ, доверять, проверять, там, полиграф вводить. То есть, зачем нам это надо? Лучше просто зашифровать и не париться. Да. Так, идем дальше. Про импорт рассказал. А, ну, еще прикольная тема это загрузить архив презюме. Ну, конкретно мы ее изобрели и, в принципе, не только у нас оно есть. Это потому, что долго переходить на новую систему. Потому что, например, кто-то ведет эти папочки резюме или они на Google Drive сложены, и когда они создают новый аккаунт, то пусто. А создают вакансию и, как бы, в системе пусто. То есть, надо ее как-то заполнять. То есть, и прикольно, когда, ну, там, мы просто получали много запросов в плане, в таком плане, можете ли закинуть нашу базу резюме, так как она у нас есть. Вот. И мы закидывали там специальными, там, программными скриптами одну за другой. И, короче, когда мне это надоело, мы решили выйти в интерфейсе, просто загружать архив и, там, в каком угодно количестве, там, эти резюме появляются в системе. Ну, то, чтобы можно было быстро перейти. То есть, вы, там, за один день должны иметь возможность, там, там, всю базу перенести, перенести сюда. То есть, если вы, там, регистрируетесь в какой-то системе ре-рекрутинга и она этого не дает, ну, это проблема, как мне вообще начать работать. То есть, вот, по-хорошему, не должно быть много способов быстро, быстро загрузить сюда базу кандидатов и с ними работать. Потому что тут и тот же мощный поиск, и, там, рекомендуемые кандидаты, я еще позже покажу. Ну, в принципе, это то, что позволяет, как раз, со временем, больше закрывать вакансии прямо из своей базы. Еще нет. Просто, LinkedIn, скажу честно, LinkedIn сопротивляется этому очень. То есть, там, это все сложнее и сложнее становится. То есть, они, там, например, если начать сильно часто перебирать вот эти профили, они это замещают и начинают ограничивать аккаунт. То есть, у нас такое было, что люди говорят, я типа сохранил там кучу профилей, и после этого мне типа заблочили LinkedIn на два дня или на день, что-то такое. Вот. поэтому надо не частить. То есть, если это программировать, то все равно там нужно будет делать паузы, чтобы он, чтобы ему казалось, что это человек делает. Вот, поэтому LinkedIn не просто здесь обмануть, и, как бы, все взять и себе сохранить. они борются с этим. Так, идем дальше. Что еще помогает быть эффективнее? Ну, обязательно должна быть качественная проверка на дубли. То есть, мы с этим, как бы, прошли просто огромную эволюцию, чтобы система не добавляла похожих кандидатов. Ну, первое, это проверка на телефоны и email. Обязательно. То есть, там, на Skype тоже. То есть, и, кроме того, проверка на телефоны должна быть в любом формате. со скобочек, без скобочек, с тире, с пробелами и так далее. То есть, не важно, как он написан. Потому что, если там написать, там, в LinkedIn через тире телефон записан, а в резюме через пробелы, да, и, короче, это уже вроде как разные люди, это все не работает, будет захламляться базу. Вот. Ну, если вы просто там увидели, там, два подрядка одинаковых кандидатов, вы просто уделили, и все, никаких проблем. когда-то там добавили в одну вакансию, добавили в другую, и уже где-то там берут переговоры, и оказывается, что это один тот же человек, то есть, это уже, как бы, там, просто так не удалишь, у него уже есть история взаимодействия. Поэтому, надо, чтобы это все на ранней стадии замечалось. Вот. Поэтому проверка на дубле, она должна быть очень технологичная, интеллектуальная. Там она должна и на фамилию смотреть, и с транслит учитывать, чтобы там, на английском, на русском, он тоже понимал, что это тот же самый человек. Вот. Иначе будет захламляться база. Если у вас там добавляете сотню коняртов, она, конечно, не захламится. Но когда там уже нормальные объемы, и там много дублей, это уже серьезно мешает работать, и бывают такие неприятные ситуации. Поэтому, вот этот первый пункт просто, должен быть очень хорошим, как бы, в системе дирекуативного. Широкие возможности поиска. Это тоже, что отличает от того, чтобы ввести базу где-нибудь еще. Потому что, когда вы, например, вводите на нужен там, Python-девелопер, или Java-девелопер, или PHP, или маркетолог, и там описываете еще несколько слов, то прикольно, чтобы система выдавала не просто все, где-то, как бы, все резюме, где-то слова встречаются, или все профили. Что-то я туда переключил. Да. Прикольно, чтобы система еще показывала, как бы, где самых релевантных. То есть, если у вас, например, в базе, не знаю, нужен project-менеджер, и у вас их 50 человек, то, как бы, неприкольно просматривать всех подряд, если они в разных городах, там, разных навыков, и так далее. То есть, прикольно, чтобы система как-то понимала, выдавала их, начиная с наиболее релевантных. Вот. Ну, это тоже, как бы, что, что отличает, там, софт специально разработанный для рекрутинга, от софта другого, скажем так. Потому что, есть там, должность, есть скиллы, есть спрос, там, был на курсах, и, там, изучал что-то. И у этих, у этих данных, у этих ключевых слов, разный вес. Соответственно, если в должности встречается, это, как бы, выше повышаем выдачей, если в скиллах, повышаем выдачу, если просто, там, курс, то, понижаем выдачу и так далее. Поэтому, прикольно, когда вы делаете поиск, вы находите, как бы, там, первую пятерку-десятку самых, самых актуальных кандидатов. Ну, не тратите время на перебор, или, там, после не будет такого, что вы уже с кем-то общаетесь, оказывается, там, самый прикольный, самый актуальный кандидат, где-то, там, десятый, я до него еще не дошел, а, ну, на самом деле, я вот говорю, оно может, может казаться, что, ну, ты там чуть-чуть выиграешь, да, в принципе, можно без всего этого обойтись, но, на самом деле, когда, там, упускается какая-то возможность, например, там, не закрыта вакансия, чуть-чуть не успели, там, где-то выставили, там, другой кандидат, или, там, вакансию успели закрыть, закрыть кто-то другой, конечно, ты не связываешься с тем, как мы работаем. На самом деле, ну, просто сложно увязать, как бы, свой способ работы, организации, там, поиска кандидатов с тем, что мы там где-то не успели. На самом деле, связь есть. Если попробовать работать по-другому, то как раз можно где-то успеть. Ну, может быть, не каждый раз, но где-то, где-то вы успеете, где не успеете без, как бы, профессионального программного продукта. Вот, ну, а плюс одна закрытая вакансия, это, как бы, окупает, как бы, все, все расходы на профессиональные, на лесу. то есть, те, кто его пользует, они будут свои давать, конечно, в перспективе. Так, про поиск рассказал. История действий и комментарий. Ну, тут простая вещь, например, если вы храните, там, резюме на, там, на компьютере, и, там, дополнительно в Excel ведете какие-то комментарии, то у вас сложно очень хорошо структурировать информацию, чтобы было понятно, какой вакансии, когда, кто, что делал. Соответственно, прикольно, когда у вас есть кандидат, данные по нем, и там, чуть ниже, где-то, есть лента истории, там, что с ним происходило. Там могли написать, что он этого хочет, того не хочет, и вы уже понимаете, нужно с ним общаться или нет, может даже в резюме они не смотрели. Вот, комментарии, история действий, вообще, куда его рекомендовали, и что после этого получилось, и почему отказали, это просто обязательно должно быть, чтобы вы просто не теряли время на дополнительное общение, и чтобы просто, вы можете получать одни и те же данные, которые просто были ранее известны, но вы их там не сохранили, например. Автоподбор кандидатов. Это, кстати, то, что говорила Аня, прикольно, чтобы система сама все нашла. Вот, ну, в принципе, это даже в какой-то степени возможно. Вот, могу показать, вот, например, есть текст вакансии, и система, в принципе, может просканировать ключевые слова по вакансии и резюме кандидатов, и найти, и даже рассчитать, вот тут даже проценты видно, 92, 75, там, 65, найти в базе, в вашей базе, наиболее подходящих. Соответственно, если у вас там, например, открывается горячая вакансия, а у вас, например, уже есть 200 кандидатов, ну, с кого начать? То есть, мы... Да, да. мм... мм... Не, ну он не знает, он не знает, есть ли вы этого. Прикольная идейка, но он еще не подсказывает этого. В принципе, если вам, да, если вам нужно, если вам, ну, сейчас, если вам нужно запоминать, как бы как-то отмечать, кто что ищет и кто сейчас активный, да, есть статусы у кандидатов, то есть, это опять-таки, чего нельзя сделать там, ну, в принципе, можно на самом деле. Например, статусы у кандидатов, вы там можете поставить активный поиск или какой-то тег ему прописать. То есть, если вы хотите сами эту информацию занести, то есть такая возможность. То есть, помечать вот таких горящих, ищущих и так далее. То есть, когда появится вакансия, вы там сразу поиском идете или по статусу, или по какому-то тему. Еще одна хорошая идея, да. Да, ну, я расскажу подробнее, как это работает. Получается, он смотрит, ну, как я уже рассказывал примерно, на требуемую должность и, как бы, желаемую должность у кандидата, смотрит на скиллы, технологии, ключевые слова, смотрит, насколько часто они употребляются. Если там у кандидата там что-то один разочек внизу, какое-то ключевое слово, которое нужно для вакансии, это не очень повышает его вес. А если он там уже на пяти местах работы какой-то тесной использовал, ну, значит, он очень хорошо подходит. Вот. И таким образом оно выдается наиболее подходящих. Соответственно, если у вас большая база, вот, я вот говорил до этого, что вы сможете там закрывать вакансии сразу, сразу из нее, не тратить время на ресерчер. Ну, то есть, соответственно, если этих кандидатов очень много, то очень много перебирать. Вот. А чтобы, как бы, не перебирать всех подряд, а начинать с самых подходящих, вот, нужно посмотреть, кого система сама вам выдает. То есть, тут уже точно не будет тех, кто не подходит по городу, по должности. Ну, то есть, не очень продуктивная работа, получается, если вы, там, перебираете и, как бы, занимаетесь тем, что отсеиваете, он в том городе или не в том, в том или не в том. То есть, когда вы видите, что, там, 60%, от 60 до 100, это уже точно, скорее всего, все в нужном городе. Вот. Или если у вас вакансия, там, предполагает удаленную работу, соответственно, город не будет учитываться, будет учитываться все остальное. То есть, вот эта штука, ну, тоже очень желательно, потому что, ну, когда данных много, там, просматривать их сильно много и тратить на это время, тоже неприкольно. Теряется вообще ценность базы. Вот. А когда она подсказывает, ну, и, кстати, тут аналогичная штука есть и на страничке кандидатов. То есть, когда вы, если много вакансий, там, появился кандидат, она сразу говорит, так вот же есть вакансия подходящая. Ну, аналогично, как, типа, на вакансию подходящие кандидаты, так и для кандидата подходящие вакансии. Ну, это, если вдруг, например, появился, как-то не вспомнилось, что она уже появилась, или кто-то другой занял вакансию, и вообще еще не знали, что она такая есть. и сможете увидеть, что это настраничивая кандидата. То есть это функция позволяет эффективнее использовать базу и меньше времени тратить на просмотр неподходящих. Идем дальше. Что еще? Прикольная штука еще, когда в систему можно пригласить заказчика. То есть это ту же рекутерную компанию или IT-компанию, или вот, например, когда Аня говорила, что у нас есть какие-то координаторы, то есть если вы с ними работаете, то с ними надо вести активное общение. То есть можно их не по-почте скидывать, а просто пригласить, сказать, смотрите, вот я завела себе вакансию сюда, и вот здесь эти кандидаты, собственно, посмотрите, покажите. И они могут прямо там отмечать статус, комментарий, причину отказа и так далее. То есть это как раз в тему о уменьшении непродуктивной коммуникации. То есть если они зашли, видят, кого вы им предоставили, там, кто в логлисте, кто в шортлисте. И соответственно, уже не нужно рассказывать, там, кто, что. Вы можете там и комментарии написать, и они сами разберутся, что с ними делать, какую последовательность посмотреть и как... Ой, что-то я сильно далеко. Да. Какой последовательности смотреть. Ну, то есть, вы, получается, перезасставляете доступ, потому что у вас есть в базе, и люди сами разбираются, что с этим делать. В принципе, так может быть и не только такие заказчики, как Датат или там другая IT-компания, например, туда можно пригласить и, там, например, Тимлида, или ПМа, или там просто руководителя подразделения. То есть, вместо того, чтобы ему там или своего непосредственно руководителя, чтобы там не рассказывать ему и там не давать какие-то отчеты, он может просто зайти в систему и посмотреть, что вы делаете. И там по кандидатам, ну, даже самостоятельных попереводить в другие этапы. Например, если у вас там в лунной листе, там 20 кандидатов, он может самих ассессовать, кого отобранных, кого не подходит, кому задать уточняющие вопросы. Соответственно, вся вот эта переписка, которая происходит в скайпе, на имейле и там в каких-то мессенджерах, она сокращается. Вы можете, ну, там, только более предметно общаться и там не уточнять, что по ком, потому что это все отмечается в системе. То есть, ну, любят эту штуку и она реально там экономит время на коммуникациях. Ну, интересно. В операции с Google Google Calendar тоже многие просили, когда этого еще не было. Это когда, например, начается собеседование, и чтобы не самостоятельно создавать себе события и там отмечать, что вот ссылка на вакансию, вот такой-то кандидат и так далее. То есть, прикольно, когда вы отмечаете в системе, что собеседование, оно уже само добавляется туда, и после этого там уже на телефон вам в Google Calendar уведомляют, что там завтра собеседование, через час собеседование. Соответственно, не нужно это вручную делать. С вулклуком то же самое. Отчеты по результатам и воронка рекрутинга. Ну, я уже раньше об этом говорил, что если вы все в базе ведете, весь этот трекинг, то отчет система вам сама покажет. Это занимает там одну секунду. То есть, не нужно никаких данных собирать. Вот я в этой презентации не включил, но могу показать отдельно, что такое воронка вообще рекрутинга. Ну, вот так вот она выглядит. Это воронка рекрутинга, которая показывается по вакансии. Там слева видны этапы, которые у нас есть по вакансии. Вот тут справа первая колонка, это сколько кандидатов было на каждом этапе и рассчитывается за конверсия. То есть, прикольно на нее смотреть, когда по вакансии уже какое-то время поработали и посмотреть, что идет не так. Вот, например, вот тут видно такое узкое горлышко, видите? Вот тут, например, конверсия всего 25% или абсолютно конверсия 10%. То есть, у нас почему-то в одном, в один этап как бы мало проходит его кандидатов. То есть, можно задуматься, или у нас не те кандидаты, или мы про них забыли, им надо как бы там что-то с ними обсудить, или у нас много отсеивается на собеседованиях, потому что, опять-таки, или не те кандидаты, или сильно строгие требования. То есть, вот такие узкие места, там, где мало кандидатов проходит дальше, они могут подсказать, что мы делаем не так, или в чем может быть проблема. То есть, так как бы в движухе, особенно, когда еще по многим вакансиям работает, там сложно заметить, в чем причина, что идет не так. А когда вы анализируете там 2-3 вакансии, как иду, дела, то можете заметить, что, возможно, там, картинка повторяется. Может, надо принять какие-то меры, чтобы там она более сглаженно проходила, строилась, скажем так. Ну, и прикольно проанализирует уже закрытие вакансии. Тайминга? Нет, не видел такого. Ну, это вопрос, конечно, как это высчитать потрачено. То есть, если вы перевели кандидатов, то вы на них тратите время или не тратите? В любом случае, у нас же там идет тайминг, начало вакансии, пошла вакансии, дальше работа с кандидатом, а когда там работа с клиентом, обратная связь. То есть, можно подсказывать, что на каком-то этапе там кандидаты уже висят четвертый день, и вы с ними ничего не делаете, да? Еще одна прикольная идея. Буду записывать. Да. Так, давайте переключимся обратно. Вот, ну, и что еще? Это, конечно, мобильные приложения. Прикольно, когда... У нас нет, оно в разработке еще. Да, ну, ну, тоже многие хотят. Ой, я уже даже боюсь говорить. Вообще, оно должно было появиться в декабре, но в декабре уже не появилось. Да, я надеюсь, что это будет, будет, если не в конце января, то максимум и в феврале. Ну, на самом деле, мобильное приложение, оно целиком в веб-интерфейсе заменит, потому что веб-интерфейс, во-таки, всем ожерек, он очень сложный. То есть, в телефоне, если его пока совместить, увидеть, там, ну, как бы, там, во-первых, не пишешь много текста, там есть много маленьких, там, элементиков управления, то есть, там просто нужно много, придется много функций убрать. То есть, ну, мы, на самом деле, так и делаем. То есть, на самом деле, в мобильном приложении должны остаться только те функции, которые, ну, можно быстро сделать. Например, вы, там, закончили собеседование и пообщались с клиентом, и... А, у нас время? Отлично. Я как раз боялся, что я сильно быстро закончил. Оказывается, не быстро. Все нормально. Вот. Это, в принципе, и все. Достался один слайд. Да. Получается, в мобильном приложении нужно только там быстренько написать комментарий, быстренько отменить статус, быстренько отметить причину отказа или там сменить статус. Я сам этого хочу, знаешь как? Вот. И рассылки писем кандидатов. Это кто делает рассылки, то есть, они как, выгружают файлики, выгружают эти данные по кандидатам в Excel и потом загружают в какой-то рассылочный сервис и потом смотрят, кто отвечает, кто не отвечает и так далее. То есть, очень хотят и круто, чтобы это все было в одной системе и чтобы не нужно было там, выгружать, чтобы тут все видеть, кто отвечает, тех переводим дальше и так далее. То есть, это тоже очень крутая штука. Я думаю, в каких системах это еще нет, в передовых системах это будет появляться. Вот поэтому, ну и они, соответственно, будут, конечно, выигрывать после системы, у кого нет, для тех клиентов, кому это интересно. Ну да, потому что сами рассылки, они не бесплатные. То есть, сделать отдельный рассылочный сервис, это много работы, это отдельная система. Надо интегрироваться с другим, который за это берет деньги. Поэтому это дополнительно будет стоить, конечно. Вот. Какие есть вопросы? Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.